Всем здорова! С вами снова Роман. В прошлом видео мы разобрали, как поднимать оперсорсную IDS-ку или систему обнаружения-вторжения, как угодно, под названием SNORT, который разрабатывает сейчас довольно неплохо CISCO. Система сама по себе с коробки имеет очень много правил, но лучше, конечно, под свою систему, под свою сеть, под свои сервера, под свои открытые порты писать свои правила. И некоторые правила, которые идут из коробки, их лучше отключать. Напомню немного о том, какой веб-интерфейс у SNORT. Посмотрим еще раз все срабатывания, которые были. Вот видите, по SSH цеплялись. Все тревоги. Так, это я за 72 часа. Видите тревоги, видите, сканирование. Видите, на порт Майоскелия были какие-то подозрительные там атаки, но это было все из-за сканирования, скорее всего. Для того, чтобы не было ложных срабатываний, лучше, конечно, писать свои правила. И давайте разберем, как это делать. Вот, сначала я думал сделать видео одно по написанию правил, но очень много там получается. Там получается видео часа на 3-4. Поэтому я решил их разбить. И буду порционно выдавать. Отпойдем от простого к сложному. Создадим файлик и будем в нем, так и будем писать. Мы создавали правила в самом первом уроке, в самом начале по поднятию. В папочке, в файле local rules, ну, локальные правила. Мы создали правила для того, чтобы оповещение было о пинге. Как пишутся правила, самое-самое начало, самое-самое основа. Мы разберем сегодня только вот, до скобочки, вот эту часть. Сначала идет действие. После действия идет, указывается протокол. После протокола идет IP-адрес отправителя. Давайте сразу я сделаю, сколько там их надо. Порт, с которого отправляются пакеты. Это важная вот очень часть. Потому что, как бы, тяжеловато просмотреть, с какого порта отправителя, тяжело посмотреть. Потом идет направление. Сейчас мы это все подробно разберем. IP-адрес получателя. И порт получателя. Действия. Действий вообще, как таковых, три. Это alert, lock и pass. Действие alert. Что оно значит? Alert значит генерировать сигнал. или тревогу. Действие lock. Это просто логировать. То есть, если произошло событие по данному действию, по данной инструкции, то оно просто записывается в лог, и вы его, как бы, в срабатываниях не увидите. Вы его увидите вот здесь. В пакетах, которые получал сервер от какого-то IP-адреса. Вот это вот все. Это lock. Действие lock. Вот это вот. Это срабатывание. То есть, alert. То есть, alert. И pass. Это просто игнорировать пакет. То есть, если по заданному правилу идет действие pass, то оно вообще нигде не будет записываться. протокол. И вот мы пишем сюда, с нашего правила. Alert. Вот так сделаем, чтобы наглядно было. Протокол. И тут... А, нет. Подождите. До протокола. Здесь еще есть два действия, которые чуть-чуть ниже я объясню. Сейчас не буду объяснять. Просто запишем их. Актив. И динамик. Вот так пишется. И динамик. Протокол. Протокола. Четыре штуки он поддерживает. Это TCP, UDP, ICMP и IP. Отправитель. В отправителе... Сейчас вот здесь сразу запишем. У нас было ICMP. Чтобы вот это правило нам разобрать. Отправитель. Отправитель можно описать как IP-адрес. 192.168.1.7. Вот как у моего компьютера. Да. 1.7. Вот так. Вот так. divers. Здесь можно писать. Сласть штука 192.178.1 1.7.1 1.4. У меня эточик можно записать по See tool. У нас была HomeNet. Наша HomeNet бралась вот отсюда. Вот она наша переменная, получается HomeNet и мы указали 192.168.1.1 и с маской 24, т.е. с единицей здесь будет по 255, т.е. это то же самое, что 192.168.1.1.24 это однорангово как бы. Если у вас там будет по-другому, значит какая переменная, такое будет в ней и значение. Порт, ну порт тут понятно, можно указать любой. Обычно указывается alert, т.е. не alert, any, т.е. с любого порта. Здесь тоже можно указать any. Это с любого IP-адреса, хоть он в домашней сети, хоть не в домашней, хоть вообще с Китая, с какого-нибудь. Любой IP-адрес, который пропалится, будет считаться отправителем. И еще здесь один момент важный, забыл сказать. Здесь, если перед отправителем поставить как бы восклицательный знак, то это будет как отрицание не. То есть, если IP-адрес не из домашней сети, то будет срабатывать правило. Если IP-адрес не из диапазона указанного вот здесь, то будет срабатывать правило. Здесь можно записать так же, как 172.168.1.1 и через запятую 172.168.1.2. То, если эти IP-адреса, если пакет пришел не с этих IP-адресов, то будет срабатываться правило. Если с этих, то, соответственно, правило работать не будет. Направление. Направление можно как указывать от сервера к серверу, так и от сервера к клиенту. Есть еще двухстороннее направление. И вот здесь вот как раз таки и играет важную роль вот этот порт. При двухстороннем направлении Smart будет рассматривать в качестве клиента сервер и сервер в качестве, и клиента в качестве сервера. То есть, если пакет будет идти от клиента к серверу, Smart так и будет считать. Если будет от сервера к клиенту, то Smart будет считать сервер за клиент и клиента за сервера. И тут уже будет важен порт, потому что, когда сервер на клиента отправлять будет какие-то данные, то он его тоже будет отправлять на какой-то порт, если это, конечно, не подключение. Но я думаю, что вы в сетях немножко соображаете, поэтому иначе зачем вы вообще сюда полезли. Далее получатель. Получатель все то же самое, как и отправитель. Можно указать и домашнюю сеть, и переменную, любую другую. Адресу. Можно указать диапазон IP-адресов. Можно указать любой IP-адрес. Можно указать любой IP-адрес. По отношению к порту все то же самое. По отношению к порту все то же самое. Ну, давайте напишем тут любой. 22, 21, 80 для наглядности. Понятно, да? То есть, у нас, наше правило теперь, если глянем, то идет alert, генерировать тревогу, ну, срабатывание. Протокол идет ICMP, то есть пинг, с любого IP-адреса, любого порта, от клиента к серверу, на любую домашнюю, на любой IP-адрес домашней сети. То есть, если у вас с интернета кто-то будет что-то пинговать, то он снорт сработает на любой IP-адрес домашней сети. То есть, даже если вы будете пинговать с одного компьютера другой компьютер, и это все пройдет через снорт, то снорт, естественно, тревогу. Посчитает это за тревогу, потому что правило такое. И любой порт, на любой порт. Вот это мы будем разбирать. Ну, если так сказать, то вот это вот ключ SMSG для того, чтобы выводить вот такое вот сообщение в отчете. Гид это для мэпа, сид и реф это, я позже расскажу, что это такое, потому что, там, даваться в подробности надо, они идут, как бы, одинаково. Ну, вдвоем всегда, вот эти два ключа используются вдвоем. И класс-тайп, их много, там, порядка штук пятидесяти, ну, по переводу понятно, да, тип оповещения, ICMP, ну, тестовое ICMP сообщение. Я там дам потом таблицу, и там будут написаны, какие класс-тайпы есть, какие их, какие понимают снорты. Что дальше у нас идет? У нас неразобранными остались два вот этих правила. Актив и динамик. Эти два, эти два действия, точнее, два действия, которые позволяют при одном правиле, при соблюдении одного правила, активировать еще дополнительное правило. То есть, если будет, допустим, пинг, то при действии актив, динамик, правило, второе правило будет динамик, оно тоже сработает. Вот давайте напишем, ну, такое, то же самое, простейшее правило, для примера, чтобы вам понятно было. Актив и динамик, ну, давайте, с любого IP адреса, с любого порта, направление укажем. На сервер, сервер будет у нас любой, любой компьютер и любой порт. Ну, там, выведем любое сообщение, просто вывести сообщение. Все, больше мы ничего не будем указывать. При срабатывании вот этого вот действия, вот этого правила, сработает еще одно правило, которое указывается как динамик. Все то же самое. Указываем. И запишем, допустим, записать, записать там пять пакетов. То есть, это правило будет, как бы, вот это правило будет активировать вот это правило. Тут записано, что если с любого IP адреса, любого порта, любой IP адрес, любого порта в сети, здесь лучше, конечно, указать домашнюю сеть. Нам без разницы сейчас, для примеров. Нам не это важно понять. Придет сообщение, придет ICMP пакет, мы записываем как тревогу, что правило срабатывает, выведется сообщение, что был ICMP тест. И в этот же момент оно запишется, запишется последующие пять пакетов. То есть, если вы учили какой-то язык программирования, там, в языках программирования употребляется, там, такое, и фэлс, если знаете, если срабатывает какое-то правило, то за ним следует еще какое-то действие. Вот здесь примерно так же. Если срабатывает вот это правило, то за ним следует действие записать еще пять пакетов, которые пришли от этого IP адреса на этот IP адрес. И ему будет уже снорт, неважно, будет это ICMP пакет или еще какие-то, там, будет, пройдет три ICMP пакета и еще, может быть, два каких-то левых. И вот эти все пять пакетов, они запишутся в лог. Понятно, да? Ну, в общем, в самое начало мы вот это вот разобрали. Это было самое-самое легкое, все, что можно. Я надеюсь, я более-менее понятно объяснил. Вот так вот здесь сейчас допишем. Актив динамик это Активация дополнительного правила. Динамик это само дополнительное правило. Ну, как-то так. Здесь потом идет самая важная часть, которую мы рассмотрим в следующих нескольких роликах, потому что в одно мы просто не... В один ролик мы просто не влезем. Вот и все. Такой видос. Всем спасибо за внимание. Если что-то непонятно объясняю, пишите в комментариях, потому что я как бы не блогер. Поэтому, может быть, что-то вам непонятно, что-то кому-то можно уточнить. Опять же, Телеграм я оставлю свой в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok